Всем привет, с вами Виталий Менчуковский и мы снова что-то сделаем в фотошопе. И сегодня хочу поговорить о такой важной вещи, как палитра слоев, да точнее, как с ней можно грамотно и правильно работать. Перенесемся в фотошоп. Я заготовил простенький файл, накидал сюда разное количество слоев и мы поговорим о том, как можно настроить палитру слоев и как с ней грамотно работать. Как мы знаем, вверху палитры слоев у нас есть вот такая замечательная кнопочка, позволяющая вызвать контекстное меню. И в этом контекстном меню есть замечательный параметр, который называется параметры панели. Вызвав его, мы можем настроить, как будет отображаться наша палитра слоев. Первое, что нам предлагают, это выбрать, как будут отображаться миниатюры слоев. Как вы знаете, по умолчанию, возле каждого слоя есть маленькая миниатюрка, на которой отображается непосредственно содержимое слоя. И здесь мы можем выбрать размер побольше, допустим, поставим самый крупный, нажмем ОК. И таким образом мы будем прям очень крупном варианте видеть, что там изображено, и некоторым это удобно. Если вам вообще это не нужно и вам это неудобно, то в этой же панели мы можем вообще отключить миниатюры, выбрав вот этот первый пункт. И, как видите, все миниатюрки исчезли. И если вы работаете, допустим, только с текстовыми слоями, то вам эти миниатюры, в принципе, да и не нужны. Но вернем маленькие миниатюры, у меня так удобнее. Помимо этого у нас есть контент миниатюры. По умолчанию стоит весь документ. Сейчас я включу и, как видите, у меня вот здесь отображается слой, который находится, собственно говоря, вот тут. И мы видим его в пределах всего документа. То есть отображено содержимое слоя и вокруг него непрозрачная область. Если это какой-то мелкий элемент, то там вот очень маленький объект. Если вам это неудобно, вы можете здесь же в параметрах изменить это. Просто ставим на границе слоя, нажимаем ОК. И теперь мы видим, что на миниатюре будет отображаться не все пространство документа, а только содержимое конкретно заданного слоя. И кому-то это будет удобно, поэтому можете поменять или переключаться в зависимости от поставленной задачи. Также здесь есть дополнительные параметры. Использовать маски по умолчанию для слоев заливок. Когда мы создадим слоев заливку, сразу появляется масочка. Раскрывать новые эффекты. Я эту галочку снял и у меня эффекты сразу свернуты, чтобы не мешать просмотру. И также добавлять слово копия при создании копии документа. Ну, если это кому-то нужно, можете поставить здесь галочку. Вот здесь, в принципе, все. Помимо этого, в палитре слоев с версии, если не ошибаюсь, CC 2017 появилась вот такая функция, как фильтр. Находится она вот здесь, в самом верху. Данная опция позволяет нам фильтровать слои в палитре слоев. Это удобно, когда у нас достаточно много слоев. Допустим, это какой-то документ, в котором там 100 слоев, 50 слоев, 60 слоев. И нужно найти какой-то конкретный слой по каким-то определенным параметрам. В данном случае, у меня не так много слоев, но думаю, смысл будет понятен. Самое первое, что мы предлагаем, это фильтровать по виду. Всего в фотошопе доступно 5 типов слоев. Это растровый слой, корректирующий слой, текстовый слой, слой, содержащий векторную графику и смарт-объекты или связанные слои. И они отображены вот здесь в пиктограмме. То есть, если я нажму на первую иконку, у меня в палитре слоев остаются только те, на которых есть растров. Если я нажму на корректирующие слои, выберу только их, останется корректирующие. Также могу выбирать несколько. Далее, если я нажму на текст, текстовый, векторный, у меня здесь нет ни одного вектора и смарт-объекты, их тоже нет. Помимо вида, вы можете фильтровать по имени. Вы вводите сюда просто имя слоя. Допустим, у меня есть два слоя, которые содержат слово текст. Я просто начинаю вбивать это слово и они у меня остаются в палитре слоев. Это удобно, когда вы знаете, как называется слой и вам нужно его найти или у вас их несколько и вам нужно их вот сейчас найти, выбрать, выделить, удалить, все что угодно с ними сделать. Помимо имени, что удобно, есть возможность искать по эффекту. В данном случае у меня выбрана тень. У меня на тексте есть тень и у меня отображается только этот слой. Если у вас есть какой-то набор слоев, например, тень, свечение, все что угодно, вы можете сразу очень быстро найти. Удобная штука. Помимо эффектов у нас есть режимы, то есть можно искать слои по режимам наложения. К примеру, вот в данном случае у меня вот эффект вот этого вот солнышка, да, это режим наложения экран. Именно таких может быть 10-20. Их нужно сейчас найти, допустим, перенести, выделить, сделать все что угодно. Я вместо обычного выберу просто экран и у меня в палитре слоев остается тот слой, на котором применен режим наложения экран. Также есть вариант выбора по атрибутам. И здесь есть целый список, допустим, видимый, пустый. Вот, к примеру, бывает такое, что иногда в документе, когда долго работаешь, можно создать несколько пустых слоев, и чтобы не увеличивать вес документа, или чтобы просто убрать весь этот хлам, когда вы передаете кому-то в ваш проектах, можно быстро найти, просто выбрать команду пустой, вот пустой слой, его выбрал, удалил, все, класс. Далее есть цвет. И тут, как видите, ничего не показано, есть какие-то цвета. Что это такое? Для каждого слоя, если вы кликните правой кнопкой мышки, вы можете задать цветовой маркет, допустим, красный. После этого выбираете вот здесь красный, и будет показываться этот маркет. То есть, если вы маркируете ваши слои или группы в процессе работы, вы можете их быстро найти при помощи вот такой опции фильтры. Дальше, конечно же, смарт-объекты, если они у вас есть. И здесь у нас есть разные вариации для смарт-объектов. Там смарт-объект связанный с устаревшей связью, с потерянной связью, ну и так далее. Дальше выбрано. Здесь ничего нет, как-то работает. Сейчас вид, давайте я выберу вот, к примеру, текст. И выберу выбрано. И он мне найдет только то, что я выделил, и оставит его. Если это нужно, чтобы, к примеру, вам нужно откорректировать несколько слоев, которые находятся в разных там группах, отдельно друг от друга. И вы можете их просто выделить при помощи там левого клика мышки и control, и потом просто ставить их в палитре слоев, чтобы удобно было с ними работать. Ну и последнее, это монтажные области. Поскольку в документе нет монтажных областей, то здесь, конечно же, фильтровать нечего. Но если вы работаете, допустим, с несколькими монтажными областями, делаете, допустим, дизайн проект сайта, и у вас там 10-20 монтажных областей, то при помощи фильтра вы можете их отфильтровать, показать только те, которые вам нужно, и с ними работать. Очень удобная штука, рекомендую пользоваться. Также здесь есть в самом уголке вот здесь вот такой вот переключатель. Допустим, я выбрал все растровы, и когда я учил студентов, была такая проблема, что вот кто-то нажал эту кнопку, про нее забыл, дальше работает, вот у меня этот слой не появляется, или я его не могу найти. Что же делать? Все очень просто. Вот этот переключатель нужно выключить, фильтр отключится, и все вернется на круги своя. Вот, в принципе, то, что я хотел рассказать о палитре слоев. Я считаю, что вот этот небольшой набор информации будет вам полезен и позволит улучшить вашу работу в фотошопе, а в некоторых случаях даже ускорить. Если вам понравилось данное видео, не забываем поставить лайк и написать об этом в комментарии. Также в описании под видео вы найдете ссылки на полезные видео уроки и ссылки на соцсети. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего происходящего. Ну а с вами был Виталий Мечуковский, и мы встретимся уже в следующих видео. Всем пока!